всем привет всем отличной недели сегодня хочу сделать немножечко разнообразить и я сделала две позиции вместо трех обычных голубенький и зелененький камешек оставила и думаю что сделаю сегодня расклад на две позиции расклад будет называться ваш наилучший сценарий жизни на сейчас верх ногами нет мы посмотрим какой будет для вас самый наилучший сценарий жизни до который вы могли бы выбрать сейчас и так позиция номер один голубенький камешек смотрим какой сценарий жизни наилучший для вас будет сейчас вот самый наилучший сценарий какой пятерка жезлов борьба борьба зато за то чтобы знаете как-то интуитивно интуитивно двигаться вперед до король огня здесь говорит про прямолинейность про конкретность про огненность то есть здесь наилучший вариант будет определиться для себя что вы хотите и идти не сворачиваясь с этого пути как будто бы знаете даже еще и на пролом вот идти по своему пути не сбиваясь не отвлекаясь ни на что отстаивая свою позицию здесь какая-то уверенность до присутствует аркан суда вот как разки подсказка того что вы идете правильно верным путем то здесь для себя вначале нужно определиться куда вы хотите идти причем здесь такая модель поведения должна быть у человека который не боится отстаивать именно вот свои какие-то мысли свои задумки уметь высказывать здесь огненность присутствует но при этом какая-то такая вот напорим на напористость напористость плюс ко всему аркан суда говорит о том что вы действительно идете в правильном направлении причем это направление она говорит о том что очень серьезные большие перемены вас ожидают впереди потому что здесь какой-то этап значимый вашей жизни был завершен возможно этап связанные с каким-то человеком конкретным да здесь выпал король жезлов либо этап 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 обучения саморазвития либо вас здесь если мы говорим про уроки до учили быть более решительными поэтому вам и здесь и подсказка идет что нужно быть более решительным не бояться знаете такое чувство человека когда с одной стороны вот когда принимаем до какое-то решение и все нам все что она бы не сказали мы это отметаем нам это не интересно мы сами понимаем мы сами знаем что мы хотим а с другой стороны такой момент когда человек достигает такого возраста когда говорит о том что я уже могу себе позволить да то есть мне уже наплевать на то что скажут другие я уже буду делать как-то знаете как будто бы сбросили какие-то запреты себя убрали какие-то ограничения и вы себе разрешаете вы говорите что вот теперь я буду не знаю теперь я буду жить так как я хочу теперь я буду жить по своим каким-то правилам теперь я ну то есть человек который разрешает себе то что ранее не разрешал и вот в этом чувствуется какая-то уверенность и вот в этом чувствуется решительность и вот в таком состоянии вы как будто бы выбираете какую-то такую позитивную линию своей жизни либо здесь если закончились какие-то взаимодействия с человеком то здесь будет вот именно ну как будто вы знаете так должно было быть какой-то новый этап новый этап вашей жизни начинается когда человеку даются дается какой-то шанс начать с чистого листа когда остается опыт остаются знания но при при но при этом возможность вот как будто бы начать с нуля не знаю это вот например как вы хотите построить отношения у вас была череда каких-то неудач да и вот в каждых отношениях вы что-то чему-то научились а потом человек который пришел к такому пониманию что вот я теперь я знаю как я хочу да то есть я научился я теперь понимаю как выстраивать отношения на каких ценностях то есть я сделала провел работу над ошибками глубокий такой анализ понимания чего я хочу как правильно выстраивать приоритеты да какие ценности для меня важны и теперь вот на основе вот всей этой проделанной работы да вам будут предлагать например какие-то новых партнеров и вы уже не то что оказываетесь в отношениях да вот просто ну судьба допустим так привела нет нас человек который уже делает осознанный выбор и говорит нет я это не хочу да и отсекает я вот это не хочу эти кай и вот это вот эта позитивная линия в контексте того что вы выбираете то что вы хотите то что вам надо этот выбор он не идет вот как-то знаете так наобум с головы пришла какая-то шагная идея нет здесь человек действительно провел огромную работу над над собой человек уже понимает если я хочу что-то выстраивает да у этого должна быть какая-то почва под ногами какой-то фундамент ценности на которые вы должны будете опираться здесь как будто бы человек который уже не входит какие-то сомнительные непонятные моменты которые стоят преграды на его пути он как будто бы знаете не выбирает какие-то внешние вызовы вот непонятные возможно раньше вышли туда куда где было как-то знаете не совсем понятно не совсем ясно вот какая-то такая мистика что-то такое таинственное вот вас это манила теперь здесь человек который осознал и говорит что я не хочу быть связанным какими-то вот внешними непонятными для меня обстоятельствами а я хочу как будто бы самостоятельно принимать решение вот за свою жизнь чтобы если потом быть виноватым да то исключительно пенять на себя не на кого-то другого да то есть это мой выбор и вот я буду нести за него ответственность такая взрослая зрелая позиция человека и исходя из этих качеств какой тогда ваша наилучший сценарий жизни будет выстраиваться медленно идти по своему пути ну вот опять видите тройка мечей выпадает видимо что-то не доработали потому что вы идете по своему пути к чему к стабильности к изобилию к хорошей хорошем и такому финансовому положению к достатку возможно но идете почему-то через стройку мечей через слезы почему потому что все равно остается еще какие-то моменты да вот ваши сценарии когда вы входите в позицию отшельника когда вы сами как-то отстраняетесь отдаляете с чем связан этот отшельник с тем что вот вам нужно в чем-то разобраться что-то понять вот то есть вот эти вот инсайты внутренние и удаление сама само удаление до дистанцию которую вы держите периодически уходите вот в тишину какое-то такое знаете забвение закрытие она вам необходимо потому что вот из этого рождаются какие-то вот трансформацию вас происходит инсайты а в чем тогда тройка мечей я не могу понять а проблема тогда проблема здесь возможно могут быть либо с финансовой стороной вопроса либо связанные с семьей то есть у вас есть . а рыцарь педакли в которой вы находитесь сейчас да и вы совершаете какие-то действия именно в познании материи заработка достижения каких-то поставленных вами цели и с . бы король педакли куда вы хотите прийти до к деньгам к удовольствию к наслаждению даме то каком-то определенном вот на этом пути возникает какие-то трудности эти трудности связаны с тем что вы периодически у вас есть необходимость как-то самоустраняться отдаляться уходить закрываться по отшельнику для чего для того чтобы найти ответы на свои какие-то вопросы то есть погружение в глубь себя вам это необходимо и возможно вот в этом состоянии вы не способны зарабатывать возможно вы не способны вкладывать свою энергию в семью в близких как-то и вот это вот позиция она как будто бы вызывает какие-то слезы утраты то есть вам приносит какой-то вот именно дискомфорт связанные с ответственностью я не знаю может быть вас будут воспринимать как человек какого-то безответственно который думает только о себе либо наоборот нет такой возможности то есть так ощущение не вам необходимо вот этот отшельник он вам необходимы это не в контексте эгоизма а это действительно жизненная какая-то такая позиция потому что через вот этот вот анализ до самоустранение вы как будто вы находите ответы для себя вы погружаетесь внутрь себя и внутри вы находите вам необходимые ответы но это какой-то вот возможно период такой бывает затяжной который влияет на внешние какие-то обстоятельства то есть пока вы не знаю были в заточении до дома во внешнем мире произошли какие-то перемены и потом когда вы возвращаетесь условно говоря к внешнему миру до каким-то задачам к внешним вот эти вот фактором вы понимаете что кто упустили время теперь вам надо это все наверстывать либо вот разгребать какие-то завалы что-то такое происходит и вам это достаточно сложно либо например пока вы там закрывались какие-то медитации что ли вот уходили вглубь себя да в поиск себя элементарно можете как-то вот я не знаю утрачивать как-то вот своих клиентов ну то есть клиенты не будут вас ждать пока вы там будете размышлять да и пойдут к коим другому специалисту это будет сказываться как-то вот на ваши финансы вот здесь вопрос финансов и семейного положения он страдает очень сильно страдает как раз таки либо из-за какого-то человека да за какого-то мужчины либо здесь страдает из-за мужчины это не обязательно ваш человек здесь может быть какое-то официальное лицо либо здесь страдает из-за ответственности да из-за того что вот многое непонятно многое неизвестно есть необходимость в каких-то подсказках да то есть я так могу предположить что ваш сценарий он с одной стороны здесь как будто вы знаете вы осознанные люди но вот вам как будто очень сложно быть в обществе что ли и с одной стороны вы выходите в это общество да вы общаетесь вы понимаете что вы являетесь частью этого мира да и вот бывают вас такие моменты вы зажигаетесь очень активничаете да но в какой-то момент вы понимаете что вам необходима энергия для себя то есть есть что то такое что возможно люди не понимают что то такое знаете сакральное очень глубокое и тогда вы уделяете время именно на свой внутренний мир для себя и ищите там подсказок подсказки и ответы на какие-то вопросы по поводу туда того как вам дальше двигаться куда какие-то знаки да и вот и в этот момент пока вы находитесь в поиске себя и ответов вот что-то происходит во внешнем мире что не совсем вам понятно то есть вы здесь как-то не идете ваш наилучший сценарий жизни он показывает здесь знаете как вы должны четко понимать куда вы хотите прийти в точку б но вот способ достижения этой точки б вы будете создавать как-то сами сами в кавычках сами то здесь как-то вот с помощью высших сил которые будут вас вести но вот вам нужно для этого меч считывать знаки понимать включать интуицию возможно что-то изучать то есть вы для этого вы погружаетесь внутрь себя то есть прислушивайтесь к себе каким-то образом и здесь получается так что важный лучший сценарий это достаточно только понимать куда вы хотите пойти куда вы хотите к чему вы хотите прийти быть решительной либо решительным да то есть принимать вот решение не бояться каких-то движений перемен а дальше вот вы просто знаете как закрытыми глазами закрытыми глазами идете по в направлении даже здесь не по пути а в направлении того чего вы хотите и на этом пути у вас будут какие-то подсказки у вас будет помощь но эта помощь она такая знаете интересная она идет видео уроков то есть это не то что там не знаю вам деньги свалились и вы пошли там заплатили все счета нет а здесь вам какая-нибудь там я не знаю подсказка будет видео афиши вы должны для того чтобы понять что здесь нам хотел сказать поэт этим знакам вам нужно будет как-то погрузиться в себя поразмышлять посозерцать здесь какой-то такой путь должен быть и такая модель поведения да по аркану шута то есть у вас должно быть полное доверие того что вас ведут причем здесь такой момент что нету конкретики правильно ли я иду либо неправильно то есть какие-то вот понимаете и спросить ни у кого нельзя здесь не путь того что есть люди которые вам будут подсказывать вот это ваш путь это ваш непредсказуемый какой-то вот индивидуальный интуитивный путь но опять же таки здесь с одной стороны мы доверяемся этому пути а с другой стороны мы должны четко понимать вот своей голове к чему мы хотим прийти то есть да здесь вам не будут показывать способ но вы должны четко знать что например я хочу быть счастливым да и вот все вы высказали это намерение вы приняли решение что все теперь я буду решительным человеком и счастливым и я все для этого сделаю а дальше вам нужно будет вот только наблюдать за подсказками за знаками за символами за снами наблюдать то есть вот разные какие-то такие моменты погружаться в себя что-то анализировать но фокус держать именно на счастье потому что здесь здесь момент может быть такой что вы очень сильно уходите в глубь себя и вот вас сложно оттуда вытащить а с другой стороны когда вы очень много находитесь вовне это тоже съедает вашу энергию и тогда вы путаетесь то вы попадаете под влияние других людей и вы теряете себя то есть здесь вот какая-то такая грань должна быть до золотая середина чтобы и не быть вовне и не быть вот как все не попасть под это влияние не потому что это плохо а потому что здесь такое знаете еще есть качество у вас когда долгое время находитесь как-то в обществе вот прям в обществе знаете как я это понимаю когда каждый день надо делать какие-то вот дела в социуме там не знаю сходить какие-то госслужбы там не знаю на почту вот штамм милицию вот какие-то такие моменты да то есть обязательства которые есть когда вы находитесь под влиянием вот именно социума вы как будто бы забываете о себе да то есть вы настолько адаптируетесь даже не то что адаптируетесь а подстраиваетесь и становитесь не знаю такое ощущение как зомби человек который утратил себя он забыл вы как будто бы быстро очень забываете кто вы есть с другой стороны когда вы погружаетесь внутрь себя и вам это нравится вы забываете что есть вот как-то физический мир вы как будто бы отказываетесь от вот этих не знаю моментов физической жизни там не знаю куда сходить в супермаркет что-то купить купить себе одежду да ну то есть там починить съездить сервис с машины вот эти вот дела они для вас становятся а прямо горой потому что вы настолько кайфуете погружение в себя что вот это вот внешне она для вас ну то есть здесь разрыв происходит очень большой разлом некий такой вот между внешним миром и внутренним здесь вам говорится о том что вам нужно держать баланс баланс как раз киона заключается в том что вот то что я хочу физическом мире да вот это социум это . бы куда я хочу прийти но при этом внутреннее мое состояние это вот эти вот подсказки которые мне нужны для того чтобы прийти в точку б и таким образом вот вы держите внутренние в балансе с внешним вот здесь об этом говорится ваш наилучший сценарий жизни если вы научитесь этому то что будет тогда тогда вы придете к девятки сосудов да как раз таки к тому состоянию когда я умею балансировать вот между этими двумя мирами то есть я и в себя не ухожу слишком и себя не теряю во внешнем мире да когда я нахожусь в социуме да вот вы будете краски держать баланс смотрите с одной стороны четверка мечей я бездействую я погружаюсь вот в какой-то транс в какой-то вот внутренний диалог самим собой да как то вот углубляюсь еще ответы на вопросы там хожу какие-то новые состояния и мира а с другой стороны это жезло да где есть движение где есть огонь где есть коммуникации общение вот какое-то веселье встреча с людьми то есть вот вы научитесь держать баланс вот это вот для вас будет ваш наилучший сценарий жизни на данный момент то есть вам не нужно и не закрываться и в то же время вот как-то чрезмерно открытым тоже нельзя быть но вот я вас не потому что я вас считываю больше интровертами но здесь такое состояние что вот если вас составить покой вы вообще уйдете в своего отшельника вам с этим будет комфортно но когда понимаете вы когда уходите своего отшельника внутрь себя это тоже иллюзия почему потому что вы как будто бы нету контакта не контактируете с реальной жизнью вот в этом негатив понимаете а когда вы очень много контактируете вот с внешними в социуме да вы забываете то что не то что забывайте вы не слышите свой внутренний голос на поэтому я говорю что вы забываете кто вы есть вы свою душу забываете то есть есть какие-то внешние моменты да куда к чему вы уделяете энергию и здесь вам как задача еще раз повторяюсь но вот чтобы подытожить чтобы четко понимать и осознавать что я услышана и что вы меня услышали это вот момент осознанности да когда ваш фокус внимание он одновременно и на внешнем мире и на внутреннем и вот это вот грань да то есть это и есть осознанность когда я понимаю что я не ухожу внутрь себя да вот я не закрываюсь этого как знаете концентрации человек который погружен внутрь себя у ничего не замечает во внешнем мире да то есть его внимание сместилось на себя внутрь но при этом я же физический мир физический план в котором мы должны проживать с другой стороны когда мы очень много находимся во внешнем мире да мы не слышим себя и вот задача как раз таки соединить вот эти два мира вот в этом и есть осознанность то есть я ощущаю себя я осознаю себя и я осознаю мир который меня окружает вот в этой позиции вы должны двигаться по жизни на данный момент это это навык который вырабатывается с практикой вам нужно это практиковать каждый день то есть я ощущаю одновременно свое присутствие то есть когда я говорю я это я я не знаю где у каждого вот это вот я находится внутри это все это где-то какая-то конкретная местоположение то есть вы четко есть осознание себя да мы себя сами осознаем вот когда одновременно вы сами себя осознаете что вы это есть вы и с другой стороны когда вы осознаете что вы находитесь во внешнем мире да то есть есть некая такая реальность которая нас окружает это вот как 2 матрешки до 1 в другой но при этом вот это вот все вместе да это вот матрешка есть матрешка внешне есть матрешка внутренняя но вот эти вот две матрешки одна в другой они являются совокупностью да вот чем таким целом вот вот это вот понимание что я целостная есть внутренний мир есть внешний мир я вот эти вот два мира соединяю вот в таком сценарии вы должны жить особенно если вам нужно принимать какое-то решение с одной стороны вы осознаете что есть какие-то внешние факторы которые вы должны учесть на который вы должны обратить внимание с другой стороны есть ваше внутреннее желание ваше внутреннее вот это вот само осознание что она хочет и делать выбор уже соединив внешнее и внутреннее вот здесь об этом идет речь но подсказки у вас есть потому что есть люди которые оговорка да ну значит люди люди которые вас ведут то есть вы вы получаете вы получаете подсказки и причем эти подсказки вы четко осознаете вы понимаете что вот как некое такое ясно знание что вот вам нужно вот туда идти что вы двигаете сейчас в праведном направлении если вы идете неправильно вы это тоже понимаете причем не головой а внутри себя есть вот это ощущение что как-то вот я сошла со своего пути до что-то это знаете как особенно когда вы долгое время находитесь во внешнем мире делаете какие-то дела вне дома условно говоря вот вы понимаете что как-то я истощена хочется прийти домой не для того чтобы лечь отдохнуть то либо снять какую-то там обувь неудобную понимаете что вот как будто бы дом является вашим местом силы и вот вне дома да вот эту силу вы как будто бы отдаете а внутри дома вы эту силу как будто бы не не знаю вас восполняете вот вы если будете себя спрашивать и прислушиваться к себе вы поймете да когда есть присутствует этот вот ощущение гнета неудовлетворения вот это вот понимание того что вы идете сейчас не туда вам в этот момент нужно осознавать себя то есть останавливаться и сознавать где вот во всем этом состоянии гнета неудовлетворенности да там я не знаю вины еще каких-то негативных эмоций где здесь я вот почувствовали вам надо сначала почувствовать себя потом почувствовать реальный мир и потом задать себе вопрос а сейчас я действительно чувствую гнет вы поймете что нет то есть вот вот эти вот эта программа которая включается вот это неудовлетворение состояние гнета какое-то лжествование это программы вот в этих программах да для того чтобы в них как-то вот не знаю лавировать вам нужна осознанность поэтому я и говорю вы на грани двух миров надеюсь я объяснила понятно так позиция номер два зелененький камешек да двоечки ваш наилучший сценарий жизни какой какой для вас сейчас будет наилучший сценарий жизни пятерка пендагли шестерка мечей такое ощущение знаете что вот нужно куда-то поехать в отпуск полежать на белом на белом песке на белом полотенце на золотом песке на белом полотенце под солнцем что-то такое пошло может быть это чьи-то мысли из вас но здесь нужно выровнять до выровнять вот это мыслительно значит шестерка мечей у нас говорит о выравнивание выравнивание каких-то своих мыслительных процессов убеждений которые присутствуют в вашей жизни и они от них нужно отказаться и в данном случае вот эти вот мыслительные процессы они либо убеждения которые у вас присутствуют они связаны как раз с каким-то кризисом либо с дефицитом то есть здесь нужно выровнять энергию материального плана в контексте того что вот ресурсов здесь убежать чтобы не путать на просто у меня так много информации идет и хочу сказать я открываю рот и информация очень быстро идет пока я говорю информация уже убежала здесь речь идет о чем о том что ваш наилучший сценарий жизни будет связан с тем что вы откажетесь от убеждения типа ресурсов всем не хватает ресурсов всем не хватает я много вкладываюсь а мне ну не приходит ничего то есть я очень много даю и ничего взамен не получаю либо вот это вот ощущение что мне дефицит какой-то да что мне чего-то не хватает мне например там не хватает денег для того чтобы поехать в отпуск мне не хватает терпения чтобы вырасти детей либо завершить какие-то дела то есть здесь вопросы связанные с кризисом связанные с дефицитом связанные с чем-то чего человеку не не хватает здесь такое чувство что не знаю все время вы ощущаете то что вот как будто бы я иду не правильным путем в контексте того что вот я много-много чего делаю до действия совершая а результата не получаю здесь какие-то иллюзии присутствует вот по поводу чего здесь иллюзии как будто бы вы не можете соединить свои мысли со своими эмоциями то есть одно хочет голова а другое хочет возможно сердце то есть важный лучше сценариум будет связан с тем если вы выровняете энергием а энергии ваша они завязаны на мыслительных процессов в своих мыслях проще говоря до запутались вот в каких конкретно мыслях вы запутались вот по поводу девятки пендакли что есть человек самодостаточный как стать например там есть на человеком который зарабатывает деньги которые у которого есть эти деньги которые ни от кого не зависит либо здесь может быть какая-то иллюзорная картинка по поводу именно целостности да вот что есть целостный человек что есть психически и психологически здоровый человек здесь вот какие-то такие моменты иллюзорные здесь очень много иллюзий по поводу ожидания вот замедление ожидания не неуверенность не умение сделать какой-то выбор то есть человек очень много колеблется очень много сомневается здесь то есть здесь он показывают негативные вот эти вот сценарии которые но мысли которые на вас влияют и наилучший сценарий будет если вы все эти энергии как-то уравновесить и в себе здесь какое-то замедление какие-то медлительные процессы идут либо очень долгость либо здесь показатель того что вам не хватает какого-то терпения либо вы торопитесь очень сильно не получаете того что вы хотите это разбивает вам сердце и вы начинаете тревожиться беспокоиться унывать да по поводу того вот понимаете здесь сценарий все время говорящий о том что у вас все время есть желание куда-то бежать вот вы все время куда-то там я не знаю что-то торопите то что я говорила до промедлительность здесь наоборот надо в каких-то моментах замедляться то есть какая энергия запутанная потому что она двойственная с одной стороны вы вроде бы такие торопышки вот все быстро-быстро я хочу я хочу я хочу чтобы это было быстро я хочу сделать совершить какой-то прорыв я хочу получить то что мне нужно а с другой стороны и вот в эти моменты наоборот как-то вот вас притормаживает и говорят придержи вожи да не торопись не спеши еще не время до всему свое время а за другой стороны там где надо активничать и действовать вы тормозите вы тормозите вы замедляетесь мне надо подумать мне надо как-то вот размыслить как будет самое наилучшее для меня а вот в таких моментах надо наоборот действовать то есть вы как-то вот вот эти вот силы они у вас как-то как перевертыши понимаете то есть это вот какое-то искаженное зеркало оно какое-то перевернуто обычно допустим в зеркале смотрим до левая рука это правы правая это левая вот вот у вас это какое-то такое зеркальное сейчас на данный момент изображение вам надо расставить вещи и называть вещи своими именами расставить все по полочкам какой будет для вас самый наилучший сценарий жизни аркан иерафанта выбрать для себя что есть для вас истина да вот как-то вот понять свою собственную истину понять почему в прошлом какие-то ваши начинания не увенчались успехом с чем это было связано мы как будто бы не могли укротить свой характер укротить свой нрав какой-то здесь по аркану мира проходит такая интересная вещь что человек как вам это объяснить здесь столько разных энергий возможно столько разных людей выбрала эту позицию что четко конкретного нет направления аркан мира здесь говорит допустим про одну категорию людей которые очень быстро мысли до у которых происходит очень быстро мыслительные процессы вы можете быстро читать можете быстро говорить вот такой знаете неугомонный ум и он может как раз таки говорить о том что вы не можете довести какие-то дела паркану мира до конца до 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 конца как-то завершить потому что вас не хватает надолго нету вот какой-то структуры нету постоянства да вот то что я говорила наоборот в эти моменты надо замедляться и есть другая категория людей либо это вы вы же опять только этого какие-то другие моменты когда наоборот по аркану мира надо шагнуть вперед надо сделать этот первый шаг не не бояться а вы наоборот тормозитесь и здесь вот как будто бы акцент идет о том что человек не совершает первый шаг потому что не знаю как-то то ли какие-то страхи есть то ли человек еще знаете как-то говорит себе о том что я как-то не получил какие-то ключи к решению задачи то есть я еще не нахожусь вот как-то в балансе в какой-то гармонии как-то какую-то отсрочку берет понимаете то есть он не шагает вперед есть люди которые каждый раз вот все что они делают это для них первый шаг вы что-то начали я сделал первый шаг каждый шаг он первый нету 2 3 4 нету последовательности а есть каждый шаг 1 вот что-то начали оставили начали оставили вот это вот понимание где-то трава зеленее где-то знание мне еще вот этого не хватает в еще вот этого не хватает и вот эти все проблемы они связаны с умом то есть вы как будто бы не можете по аркану стойкости укоротить свой ум укротить вот этот вот свой характер свои свои инстинкты вот порывы которые у вас получаются и поэтому здесь возможно вы это и осознаете и поэтому говорить о том что я еще не нашла тот способ тот ключ который приведет меня как раз таки гармоник двойки кубков когда я буду вот именно в балансе да когда я буду понимать как минимум сам себя почему и что со мной происходит не будет вот этого момента дуальности да когда я ну я не знаю что выбрать я не могу определиться и из-за того что я не могу определиться да я все время нахожусь в какой-то суете в каких-то метаниях как будто компенсирую свое неудовлетворение заполняет пустоту внутри себя и вот это вот пустота то что я сказала в самом начале по пятерке пендакли да вот эту вот пустоту нужно понять откуда она у вас вот эта истина по эрофанту которая выходила на и говорила что она идет откуда-то вот из прошлого из прошлого от каких-то начинание изучение да это может быть из детства но здесь какие-то начинания изучения вот как-то откуда вот пошла вот эта вот вся идеология ваша да с ваша мировоззрение откуда вот в прошлом когда вы что-то начинали какой-то свой путь обучения и вот вам это нужно понять и здесь вот это вскрыть истину вскрыть истину когда вы ее вскроете тогда вы сможете понять как устроены даже не как устроены а свои убеждения которые приводят вас вот к этому состоянию пустоты здесь пустоту вам не нужно заполнять чем-то а ее нужно уравновесить то есть ее нужно наполнить либо осознать что вот в этой пустоте она уже заполнена сложно как-то я говорю надеюсь вам это не совсем понятно надеюсь почему надеюсь потому что ну вот здесь много разных энергии но если как-то вот обобщить и постараться простыми словами и так стараюсь говорить простыми словами потому что то что мне показывает если бы я просто говорила то что мне показывает вообще получила бы билиберда потому что но не невозможно вот это вот знаете как все время бесконечное какое-то жужжание который начинает себя раздражать и ты потому что это какие-то звуки такие очень назойливые и они они высокие и очень часто и хочется сказать да да успокойся да успокойся вот своей голове чтобы вот была какая-то тишина то есть знаете как тут наоборот вот эти волны замедлить потому что когда они быстрые ты их не можешь разделить что вот это вот это вот это вот это и для того чтобы волна не как-то разделялись и обретали какой-то смысл надо замедлять когда они замедляются то есть попробуй объяснить пространство мы это энергия и пространство вокруг нас это тоже самое энергия и и вот энергия которая находится вокруг нас и она принимает облик материи уплотненности только тогда когда эта энергия в каких-то моментах она становится очень концентрирована то есть вот как знаете условно говоря как этот горы да то есть гора она вот такая да потом идет спад потом еще одна гора вот там где гора идет на пик да то есть вот это вот энергия она собирается и становится очень много она становится уплотненной из того что она становится уплотненной то есть вот эта энергия очень много она сжата она становится материальным мы ее начинаем замечать она принимает некие такие облики мы говорим плотная до плотной энергии а там где есть расстояние между этой плотностью она становится для нас невидимой, условно говоря. Мы точно так же, и мы созданы, да, то есть как наше пространство, так и мы. И вот здесь вот получается о том, что вот когда информацию, которую мы получаем, если промежутки между вот этими горами, да, вот между вот этими уплотнениями, если их растянуть, то получается пустота и становится более конкретно и понятно, о чем идут эти волны, да, то есть смысловая их нагрузка. Когда расстояние между вот этими волнами, между этими горами, оно сокращается, получается, что одно накладывается на другое и получается такая бесконечная, прямая, уплотненная. И в ней очень много разных смыслов, потому что в одной горе один смысл, в другой горе другой смысл. И когда промежутка уменьшается, промежуток, получается такая большая уплотненность информационная. То есть этой информации очень много, и ее сложно переварить. поэтому когда мы замедляли замедляемся почему важно чтобы мы успокаивали свой ум чтобы мы подходили вот это медитативное состояние то есть мы по сути что делаем эти волны замедляем то есть то пространство вот как колыхание до внутри нас ну то есть представьте что мы прозрачны и пространство вокруг нас она такой же консистенции вот это все начинает вот так вот если бы мы видели дату это все вот так вот как лист бумаги как лист бумаги который постоянно колышется но не в одном направлении здесь одно здесь другое то есть в разных местах разные вот эти вот колыхание волнения и вот это все проходит через нас поэтому когда нам важно что-то понять определиться да мы должны себя успокоить то есть мы должны вот эти вот волны это как на воде ряпиде да бросаешь какие-то к камешки да и начинаются вот эти вот волны когда проходят эти волны вода успокаивается тогда мы успокаиваемся да и тогда становится все понятнее и яснение пока вот есть вот эти вот волны вот эти вот колыхание внутри нас мы не можем уловить суть вот здесь примерно такой же момент вам нужно научиться успокаивать себя себя в данном случае вот именно в контексте своих мыслей да почему потому что вы притягиваете вот эти вот мысли вот понимаете как это сказать-то понятнее вы беспокойны внутри себя вот ваша природа да она беспокойно она начинает излучать то есть представьте что внутрь себя вы бросили огромный булыжник и стали появляться волны только в данном случае эти волны они исходят не от вас скорее всего на на эти волны приходит аналогичные волны то есть здесь идет не от себя а к себе то есть вы начинаете волноваться начинаете тревожиться и вы вот эти вот волны вы к себе их притягиваете плюс ко всему то на чем вы сфокусированы да это определенная чистота энергетическая что является вашими мыслями вот на эту чистоту к вам будет приходить такая же частота то есть такие же мысли и вы их начинаете в себе аккумулировать поэтому вам очень важно да когда я говорила самом начале о равновесии по шестерке мечей вам очень важно уравновесить вот эти вот мыслительные процессы уравновесить в контексте выровнять успокоиться не отказываться не контролировать а уметь их успокаивать уметь входить необходимое для вас состояние не в медитацию а уметь находиться в состоянии такой знаете активного наблюдателя когда вы вроде бы наблюдаете в этом наблюдении есть активность да потому что вы наблюдаете вы куда-то направляете свою энергию и при этом вот прям активно вы не действуете то есть да вы наблюдаете да есть какие-то мыслительные процессы но вот совершать какие-то резкие резких действий вы не делаете то есть мне кто-то в комментариях написал или не говорить так как идет вот если бы это было так легко и просто в моем случае я бы с огромным удовольствием вам это рассказал потому что в комментарии писалось о том что вы говорите а мы поймем вас да вот если бы это было так просто сказать чтобы вам было понятно поэтому я использую метафоры и образа чтобы было понятно потому что мне знаете показывают скажите так как есть да вот чтобы вы поняли так как есть представьте на экране голографическую сетку которая колеблется и вас помещает центр это к этой голографической сетки эта сетка проходит через вас вот все что колышется вне вас да это мысли и они также проходят и через вас то есть не вы порождаете мысли эти мысли проходят через вас но когда они проходят через вас вы определяете да то есть вы как голограмма вы определяете какие мысли будут проходить через вас а какие не будут проходить через вас поэтому по сути мысли не рождается у нас это вот мы их притягиваем отсюда и говорится что мысли материализуются в зависимости от концентрации энергии вот я я сказала сейчас то что я увидела если кто-то из вас понял то что я сказала то это хорошо но попробуйте поискать в интернете блин наверно нет не найдете ладно в общем ваш наилучший сценарий под это же скажу когда вы научитесь успокаивать свои мысли и смещать фокус внимания с недостатка и дефицита на наоборот возможность того что мир наполнен всем что вам необходимо и ваша задача обращать внимание на то что вы хотите на то что вам необходимо допустим если вам необходимы какие-то возможности предложения в профессиональной сфере вот вы хотите найти работу да вам нужно обращать внимание на ту работу которую вы хотите найти то есть для себя четко понимаешь что допустим не нужна работа со свободным графиком например 45 часов в день и при этом чтобы она вот оплачивалась вот так чтобы у меня были вот такие вот моменты все держать эту цель в своей голове и все и дальше подпитывает когда вы об этом держите в своей голове да то есть вы эту мысль вы ее подпитываете энергетически то есть вы ее как магнит удерживать в своей голове как я объяснила ранее на эту энергию на то есть приходит даже она не приходит понимаете как получается само пространство под это колыхание она не однообразно но не ровны но не то что вот здесь высоко на а потом вторая вот гвала на тоже высоко нет здесь может быть высоко здесь может быть низко там может где-то что-то среднее вот под ваше вот это вот колебания которая происходит внутри вас то есть под ваши мысли которые аккумулируете на своей голове в данном случае то что вы хотите получить да под них подстраивается и пространство то есть оно начинает также колебаться в тех частотах, которые вам необходимы. И таким образом получается, что вы притягиваете, даже не притягиваете, а вы замечаете своим вниманием те возможности, которые вам необходимы. Наверное, это называется квантовая физика. Наверное. Я не знаю, как это называется, но это называют те картинки, которые мне показывают сейчас. И тем самым вы сможете получать то, что вам необходимо. вот наверное на этом я завершу потому что чем больше я буду говорить мне кажется тем больше это будет запутание я не совсем на данный момент могу понять насколько вы понимаете то о чем я говорю давайте на карту посмотрю понимаете ли вы мою речь аркан влюбленных ну так 50 на 50 кто-то понимает о чем головой вы и не понимаете а именно на уровне эмоций можете ощущать но вы понимаете что это что-то новое такое да для вас это что-то новое как это новый шанс который как будто бы порождает вам какие-то новые идеи фантазии представления но опять же таки по умеренности нет включение что вот эта информация она как будто бы еще сложна для понимания знаете почему потому что нету наглядного пособия того о чем я вам объясняю если вы наглядно это видели вам бы стало понятно как как это устроено и поэтому ваш наилучший сценарий выбирать выбирать то что вам необходимо но вот то что вам необходимо не потому что это вот позитивный формат а потому что таким образом идет уравновешивание вот тех энергий дефицита и кризиса которому вы привыкли задача уравновесить вас идет перекос вас идет перекос на дефицит на пустоту на недостаток на то что я вкладываюсь много ничего не получаю возможно у кого-то здесь физические болезни идут то есть вот как-то и очень много акцента на прошлом вот вот это вот вот эти силы они должны уравновешиваться а уравновешиваться они будут не противоположным а вам их нужно уравноветь потому что потом опять будет перекос вам их нужно уравновешивать осознанном вниманием и концентрации на то что вы хотите иметь жизни то есть думать только о том что вы хотите иметь в жизни и это не мечты и не фантазии а это мысли о том допустим хочу дом что я сделаю сегодня для того чтобы у меня был дом не знаю пойду посмотрю где в каком районе задается это не обязательно что вы купите вот то есть совершать какие-то действия в этом направлении и чем больше тем вы перестраиваете свое вот это вот внимание да на то что вам необходимо вот как бы я вам не говорила мне все время идут картинку я стараюсь простым языком объяснял мне идут все время картинки вот это вот квантовой физики ну то есть и такое ощущение что вот объясни ему как я вам объясню квантовую физику во-первых я сама в ней не разбираюсь а во вторых ну вот то что показывает вот как-то вот сложно сложно простым языком вот вот такой вот у меня был для вас расклад надеюсь недели не будет такой сложный как мой расклад и вот и вы никуда не уйдете не отпишетесь не скажете боже что за бред да здесь нам несет или не вот но я надеюсь всегда на самые лучшие позитивные благодарю вас за лайки за то что вы остаетесь со мной за ваши комментарии прощаюсь до следующего расклада всем пока